Вот ещё одно небольшое письмо, тоже в качестве разминки. Это по поводу принудительной эволюции. Знаете, если вы имеете достаточно зрелую душу и духовный талант, то у вас эта сила, которая в каждой точке пространства имеет место быть, она будет вас просто порисовать. Вот одно такое письмо. Я вам прочитаю. Вы же всё не верите, что есть эта сила. Ни врачи, ни кто, ни умные люди в это не верят, это понятно. Но вы-то на путь став, сознательная эволюция, всё-таки должны знать, что есть та сила, которая вершит духовную эволюцию, которая давит на всё и вся, которая способна прорваться в макушку вашей головы. Она может стать вашим спасителем или вашим могильщиком. Одна и та же сила. Если вы откроете сознательно, она вас спасает. Она вас трансформирует в угодном ей направлении. Ясно? Если нет, всё, разрушение. Ясно или нет? Вот письмо. На эту тему. Исанн Васильевич, я хотела коротко рассказать свою историю, спросить, что вы об этом думаете. Но я бы добавил, если ещё думаете. Я либо знаю, либо нет. Вот я честным признаюсь, никто не видит. Как это можно действовать, не думая? Я не понимаю, как можно действовать, думая. Вот это мне уже давно непонятно. Невозможно понять, потому что я не могу сравнить свой прежний образ жизни, сознание с новым. Я понимаю, что раньше было ужасно. Вот это я понимаю. И заставим себя думать, чтобы вернуться в это ужасное, у меня уже не получится. Это ужасное. Читаю письмо. В начале лета прошлого года шла с работой по улице. Не споткнулась, не потеряла сознание, а просто начала падать, и падать странно. Молодая женщина. Малет 30, может немножко побольше. Коза, что мне написала. Ну, по внешнему виду, молодая женщина, она мне лично передала это письмо. По-моему, в Казани было. Или в Новосибирске, не помню. Ну, где-то передала, а это не важно, где передала. Вот я читаю. Она разрешила его прочитать. Она дала разрешение. А просто начала падать, и падать странно. Обычно люди при падении автоматически начинают подставлять руки, группироваться, ну, с переломом лучевой кости, как правило. Группироваться, чтобы не упасть и так далее. Я этого сделать не смогла. Тело перестало меня слушаться, хотя все конечности работали, и я была в сознании. Меня поразило в тот момент ощущение, как будто неведомая сила, превосходящая все человеческие возможности, притянула меня к земле. И это притяжение было и такой силы, что девушка, которая шла сзади, подбежала мне на помощь, сказала, «Вы так страшно упали! Я думала, вы сломали себе всё!» То есть очевидец увидел страшное падение. «Я ничего не сломала, были ссадины, синяки и слабость. Потом, через несколько дней, начались проблемы с горлом. Стало больно глотать, и несколько дней я не могла есть». Вообще-то очень простая вещь. Женщина, безусловно, духовно одарённая, иначе бы она и не пришла на нашу встречу. То есть её тянет туда, куда душа должна всё-таки притянуться. Произошёл прорыв. Над макушкой головы сила, накопившаяся, вошла в тело. Проходя через головной мозг, она вызвала вот такое состояние оглушённости. Я просто знаю, как это происходит. Ну, я всё практически испытал, поэтому рассказываю на собственном опте. Проходит достаточно быстро. Макушка головы идёт в окружение, потом аритмия сразу начинается. Сердце дотрагивает. Может ниже проскочить. Классический сход супраментальной силы, которая накопилась над макушкой головы, прорыв её в тело. У каждого прорывается. Кто на пути не стоит, прорывается тоже периодически. Выполняет только разрушительную работу эту силу. Она ничего не созидает. Она только разрушает организм. И чем более тонкая структура у человека, психологическая, значит тонкая душа, тем больше он с ранних лет, с молодого возраста повреждается. Если он не встанет на путь, то ранние болезни, ранние неприятности начинаются. Понятно или нет? Почему это происходит? То есть об эволюционной медицине нет речи нигде. Я просто об этом говорю, как о нечто реальном, практическом, но реальная медицина в это, естественно, не поверит, назовёт это шарлатанство, в них там свои подходы ко всему, к проблеме, причинности заболеваний. Понятно, да? А я говорю об эволюционном факторе, в так называемой патологии человеческой. И более половины людей сегодня лечатся, лечатся от эволюции. Их бы надо на эволюционную работу направить, да, как на лесоповал, чтобы они делом занялись, чтобы душа вышла на первый план. А их лечат, лечат от эволюции, уводят в болезни. Вот этот мир пораженческий, заметили? Хотя более половины того, что сегодня называется патологией, могло и не быть, и могло быть излечено тем, о чём мы говорим. Встал на путь сознательной эволюции, обретаешь максимум здоровья в организме, максимальное оздоровление организма происходит, максимальное. Это мой опыт. Перед тем, как встать на путь, я разваливался по всем каналам. Вот уже 30 лет, оказывается, 31-й год идёт работа на пути. Представляете, как-то странно даже. Ну, есть с чем поделиться. Вот это и делаю. Итак. Горло у неё заболело через несколько дней. Насилки пошла, достигла горлового центра. Она же открывает последовательно, в нисходящем порядке, коль она прорвалась, в нисходящем порядке открывает все центры тонкоматериального плана. Да, или чакры, так называем. Вот. Потом, через несколько дней, начались проблемы с горлом, стало больно глотать, и несколько дней я не могла есть. Пошла, сделала КТ. Всё нормально. Затем меня начало качать из страны в сторону. Пошла энергия посильнее, побольше, поцелонно. Действительно качает, хочется за перила схватиться. Ну, если по лестнице спускаешься. Я просто говорю, из первоисточника. Понятно или нет? А люди сразу думают, в молодом возрасте там атеросклерозество быть не должно, каких-то ущемлений и сонов оттерий тоже, вроде быть, не должно. Поняли? Классический вариант схода нисходящей энергии. Классический вариант. Вот она говорит. Значит, сделала КТ, всё нормально, затем меня начало качать из страны в сторону, полетела вестибулярка, как я выяснила, спустя несколько месяцев. Ну, ей сказали, потому что она жаловалась на это дело. Естественно, если ты пришёл к врачу, вот через несколько месяцев она всё-таки пошла к врачу. Она же сопротивлялась этому потоку. Ум-то работал, она блокировала работу ума, думала, что у неё... Блокировала работу этой силы, думала, что у неё патология, а эта сила прорывалась. Вы поняли? Замкнутый круг. Как бы болезнь сама по себе, мнимая, она развиваться начала. Только потом она меня поблагодарила, попозже, когда мы разобрались с ней. Сейчас я дальше буду читать. Вот классический вариант принудительной эволюции. Просто классика. И таких людей, миллионы, это знают. Я пошла по врачам. Гемоглобин оказался низковат. И невролог связала моё падение с этим и отправила к терапевту лечить анемию. Ну, к счастью, невролог там ничего не нашла. По анализу низковат гемоглобин, значит, что-то там помутнело в голове. И всё. Кислородное лёгкое голодание. На самом деле, когда поток открывается, гемоглобин, вообще-то, обязан снизиться. Потому что доля участия кислородного обмена в обмене организма, она должна нерзко снизиться. То есть, переносчик кислород, как гемоглобин, он должен чуть пониже быть. Просто я имею анализы людей, которые проходили, и они мне показывают. Это к этому, к тому, что у тебя голова кроет, соотношение какого не имеет. Вы поняли, да? Я пошла по врачам. Это вот хороший термин. Пошла по рукам. Гемоглобин оказался низковато. Невролог связал. Моё падение с этим. Отправила к терапевту лечительными. И начала пить железо. Реакция нулевая. Гемоглобин падает ниже. Железо... Железом пичкает себя. Гемоглобин ниже. То есть, организм, физиология внутрь не перестраивается. Поток идёт у неё. Она не может от неё уже спрятаться. Понятно? Идёт принудительно эволюции. Значит, пошли все анализы для среднестатистического покойника. Анализы уже не годятся у человека, который идёт по пути. Там другие должны быть показатели. Понятно? Если бы я сделал сейчас анализы, вот какие-то, то там всё, и это гроб уже был бы. Вот чё-нибудь. Вот. Измель лишь бы. Боже мой. К счастью. Понятно? Ложусь в гематологию. Мне вводят железо капельницами. Параллельно обследовалась с ног до головы. Всё по мелочи. Нет ни кровотечения, никаких серьёзных проблем со здоровьем. Глобин не повышать, зато обследовалась она. Ничего не здоровая. Но молодая ещё. С возрастом-то, если вот на этой волне оставаться, там патология быстро начнёт развиваться. Понятно? Да если делом не заняться. То есть классический вариант. Вот. Знакомьтесь. Так врачи не нашли причину такого сбоя в организме. Я всё, что можно, подлечила в итоге. Голову ещё не подлечила, но всё, что можно, телесного, она подлечила в итоге. Нашла специалиста по вестибулярке. Мне поток-то шёл, немножко покачивала, она на этом внимание сосредотачивала. Кто капелька пошла, эта энергия, и сразу же она именно здесь нацелена была. Голову опять в окружение пошло. Ясно или нет? И поэтому нашла специалиста по вестибулярке. Какой-нибудь великий специалист по вестибулярке. Сейчас вообще специалисты по каким-то мелочам пошли. То есть человека как такового целиком, ну, больного, условно говоря, врач не видит. Он его не видит. Он видит анализы, видит там какие-то гистограммы, всякую муть. То есть он не видит в целом человека. Нас учили ещё в те времена, когда я учился в медицинском институте, видеть больного в целом. Как его расспрашивать? Как руками можно без всяких этих КТ диагностировать там, где есть что? Перкуссии, пальпация. Это ещё классическая школа конца 19-го, начала 20-го века. Классическая школа медицины. Видеть целиком человек. Сейчас человека нет. Вы приходите, видят ваши анализы, КАМКТ или ещё что-то. Вас никто не спрашивает, что у вас там ещё болит. Вам дают лекарства от того, с чем вы пришли, а это влияет, допустим, на зрение. Или наоборот. То, что, так сказать, должно поправить ваше зрение, начинает вызывать аритмии сердечной. Я просто знаю такие случаи. Потому что противопоказания всех сегодняшних препаратов пишутся очень мелко. Но они пишутся. Вы же не читаете эту ерунду. И действительно, вот тот самый принцип «одно лечит, другое калечит», он сегодня возобладает. Понятно? Вы уподненно лечите то, что вам хотелось подлечить, но садятся другие органы. Ну и замечательно! Значит, другие органы тоже надо лечить. Правильно? То есть, это порочный круг. Вы счастливый человек, вы нашли смысл жизни. Лечиться, чтобы умереть здоровым. А здоровым умирать как-то как-то не очень хорошо. Хорошо умереть в полном здоровье, но нездоровым. Вы поняли, есть разница. Здоровым вы уже никогда не станете. В смысле, телесным. Если вы на это обращаете уже внимание. Всё! Вот это надо забыть. Здоровье начинается с головы, с отсутствия мыслей. Поняли? Враг номер один. Его же надо остановить. И тогда есть шанс стать здоровым. Плохо меня понимаете. Вот всё наоборот. Ну ладно, ничего. Может, поймёте. Я всё, что можно, подлечила. В итоге нашла специалиста по вестибулярке. Она мне прописала кодс упражнений для восстановления. За месяца четыре вроде бы всё выправила. Ну, что-то там дала для мозга какие-то вещи. Не для вестибулярки, а для мозга. Ну, что-то сбалансировался. Как ещё плацебо может быть эффект. Всё, дали лекарство. Ну, да, если дали, должно всё пойти на поправку. Ну, и всё, нормально. Привыкла к тому же состоянию, которое её беспокоило. Это весной. Сейчас классика. Ложусь спать. И вдруг слышу в голове какой-то гул со свистом. Как будто сидишь в самолёте, и он собирается взлетать. И этот звук довольно существенный и явный. И я подумал, как я раньше его не замечала. Может, с головой что-то не так. Прорвала сила. Нормально. Она принудительно прошла по всем центрам. И пошёл поток хороший. Загудела. Помните песню раннего советского периода? Загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда. В деревню радио провели. Вот загудели провода у неё. Представляете? Вот он, поток прорвался. Принудительно. И дальше смотрите, что она говорит. Этот звук довольно существенный и явный. Я подумал, как я раньше его не замечал. Может, с головой что-то не так. Думаю, что опять идти по врачам. Но не пошла. Ну, только звук вроде ничего. Уже вся обследовала. Ну, как-то звук её не сильно смутил. Может быть, сердце разогреваться стало. Как-то потеплее стало, наверное. Потому что поток большой пошёл. Чё-то в сердце отзывается обычно. Знаете, так. Сердце говорит, душа говорит. Не надо, не рвись пока к врачам. Тихий голос души сказал. Не надо. Не пошла. Вначале лета познакомилась с молодым человеком. Вашим последователем. Он рассказал про ваше учение. Учение никакого нет. В чём придумать? Что из-за учения? Нет никакого нашего учения. Есть путь сознательной духовной эволюции. То есть то, что в итоге сегодня венчает все духовные поиски в земном человечестве. Я просто попытался ясно это сформулировать. Больше ничего. Я ничего не изобретал. Понятно? Просто более-менее адаптировать к пониманию сегодняшним человеком. С сознанием не среднего веков, а сегодняшним сознанием. Мы же все умные. Все интеллектуалы. Хотим таковыми остаться. А я вот говорю, надо им перестать быть. Как это так? Как это без интеллекта? Да вот так. Вам интеллект помог? Накопили какие-то знания? Вы знаете там известных скрипачей, каких-нибудь художников? Там можете играть в игру что, где, когда. Надо вам это или нет? Покойничкам. Нет? Не надо покойникам в такие игры играть. До этого сейчас интернет есть, набрало и ответ дает. Мгновенно, да? Ну, те, кто чем-то озаботился. Не надо в памяти держать. Не надо быть умным. Сегодня. Блажен кто рассуждает, мало и кто не думает совсем. Как Петр Андреевич Вязинский сказал. Ладно. Что дальше? Я стал изучать. Слушать беседы в записи. Практиковать эмоциональную ровность. А, практиковать, да. Эмоциональную ровность удержать мне нетрудно. Женщина эмоциональная ровность удержит мне трудно. Это способная женщина. Обычно у вас с эмоциональной ровностью проблемы. У женщин-то. Итак, эмоциональную ровность удерживать меня нетрудно. сложнее было заставить ум замолчать поначалу вообще непонятно было как это вообще возможно эти поначалу но постепенно освоил этой вполне теперь доступно и ум у нее молчит окажется поток идет мысли размывает представляете а так бы хронически больной бы и осталось если бы нити льна и слишком было видно мнительности нее нет в природе но бывают такие люди пообследовать всем дальше все в порядке но и хорошо и дальше происходит полная перестройка всех привычных процессов и становится все заметнее как окружающие мучаются и мучают себя собственным умом я до этого не читал ей письмо это это до письма было ей написано на которой его вначале прочитал то есть она заметила что окружающиеся мучают себя и мучаются своим умом дошла она до этого вот вам бы дойти до этого тоже представляете замечательные слова она произнесла как она меня порадовала всего на одной страничке письмо то сколько тут ценного такой опыт здесь великий и простой происходит полная перестройка всех привычных процессов и становится все заметнее как окружающие мучаются мучают себя собственным умом да много чего сейчас становится заметным сейчас подошла к пониманию этапу сама сдачи верение себя полностью на волю высшим силам и богу молодец подошла вот к сдаче через поток через молчание ума сдачи все-таки господь над доверяться ну в принципе сама додумалась то никто ее не понял на эту тему заметили она первый раз на нашей беседе было со мной когда встретился на передала это письмо вот до того как мы с ней познакомились я потом ей немножко впервые объяснил что с ней было нагнул слава богу я поняла вот это падение и все остальное вот и вы правильно говорите что просто механически делать практики и пользоваться методами смешно бессмысленно и глупо нужно чтобы понимание было что ты делаешь до чего ты делаешь полное доверие господу полное приятие чтобы это искренне шло от сердца тогда будет результат а